Всем привет, друзья! С вами Алексей Шреддер, это клуб Ломов Джим. Я занимаюсь подготовкой к пауэрлифтингу, но вот душа позвала, я решил немножко поделать рывок из виса. А тут еще старый ролик Дид Старс пересмотрел, где Кокляев учит Вовка и Будда делать рывок из виса в лямках. И Блуд сделал сто килограмм. Давай! Пойдем, 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 пойдем. Вовк сделал сто двенадцать в сет. Поддержай, подержи. Блуд сделал в стойке. А я сейчас попробую замотивировать Виктора Блуда. Наверное, за Вовком еще рано пока гоняться. Я так вне плана рывок делаю. После тренировки, как обычно. Ну а попробую сто пять. Это мой рекорд, я еще столько не делал. Вот просто сейчас попробую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 105 есть. Попробую. 110. Говорят, что качки вообще неподвижные. Динамичных движений делать не умеют. Говорят, что коронавирус скоро все залы закроет. Но, друзья, коронавирус качков не берет. Сами видите, можно бить рекорды. А если залы закроют, и даже закроют Ломов Джим, и Комету, и Мастерс, мы будем пахать на турничках вместе с вами. Я так точно буду. И вы тоже не унывайте. А сейчас я еще попробую 110. 110. Можно было, конечно, попробовать погнаться за результатом Дениса Вовка в 112. Но займемся пока пауэрлифтингом. А этим позже. Но уже 110, друзья. Коронавирус не коронавирус. Но это рекорд. Помните, я 100 рвал. Это была проверка на мужчину от Блокова. Тут 110, хоть и в лямках. Но, в принципе, могу без лямок. Только пальцы нужно бинтовать этим. Не пластырем, а бинтом. Ну, пока так. Все. Дальше готовимся к пауэрлифтингу. Друзья, если вы посмотрите, вы заметите, да, у меня неправильная штуковина. Колени выходят вперед. Но, к сожалению, нет гибкости. И я по-другому не могу. Таз назад не могу отвести, поскольку у меня штанга сразу упадет вперед. Там нужна гибкость. А гибкости у меня нет. Поэтому колени впереди. Как могу, так делаю. Не штангист, но, тем не менее, нравится. Аккультатив. Друзья, приехал я после тренировки домой и получил сообщение от Александра Мясника, что соревнования по пауэрлифтингу в Долгопрудном отменяются. Так что, как бы, я готовился. И все зря. И можно переходить на свою общую программу тренинга и с выходами, и с брусьями, и с рывками, и толчками штанги. Как бы, нет смысла специализироваться. Потому что пауэрлифтинг, если и будет, то там где-нибудь, может, летом. Истерия с этим коронавирусом. Человечество – это болезнь. Вирус. Подумаешь, разновидность гриппа. Бегают люди, скупают все подряд. Приходится и самому покупать. А то все скупят, и нафиг ничего. Качку Шреддеру не оставят. В общем, хайп выгоден всем. Все подхватывают что-то, играют на эмоциях, раздувают из мухи слона, и в итоге начинается. Такое ощущение, что какой-то вирус СПИДа по воздуху передается. Или рак мозга по воздуху передается. Такая вот истерия. Прошу эту глупую панику прекратить. Ну да ладно. Качка им не сломать. Даже если все залы закроются, я уже говорил, я буду топить, бомбить и наваливать на турниках. Ну а сегодня можно было спокойно пробовать рвать 115 кг, пока залы еще были открыты, чтобы сделать результат лучше, чем был у Дениса Вовка на той самой тренировке, которая меня замотивировала. Работаем дальше. Я не унываю, я свои соревнования найду. Просто пока не понимаю, к чему готовиться. Но пойму позже, я уверен. Всем пока. С вами Алексей Шреддер был сегодня. Надеюсь, замотивировал вас. Коронавирус – это салага, который нас не победит. Всем пока.